Субтитры подогнал «Симон» 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 Я не знаю где они они на самом деле, где они в них такой, в отношении своих матч-уподных дел. Я хочу проверить, если ты рассказываешь о том, что ты видишь за драфт. Да, что я видишь за драфт, это предложение Тринда, на первую часть от Optic Gaming. Я не знаю как с Optic Gaming, которые я не верю, в которой не верят в отрочек, и мы их используем. Их кажется, что мы пытаемся снова повторять у Атрох, опять же, за Optic Gaming. Тогда мы знаем, что Докла любит на благость на этот победу. Докла тоже нашла очень красивая идея, может быть, это будет место для игроков, надежда, чтобы это было счастливое успехи. Также мы видим, как ищет Yassio, как ищет игроков, который играл в несколько раз, и с брио, и он очень хорошо работает. И, кстати, на стороне 9, мы будем перейти на письмо-пасе на этот пик из Эйз, на этот пик из Сейжуни. Есть много тайбрейков, в конце этой вечеринке. Если 9-9-9 будет, они будут равны с CLG, потому что они равны равны против CLG, поэтому у них будет обязательно тай-break. Optic Gaming будет равна равна с Clutch Gaming и Golden Guardians, так что... в принципе, если мы сможем победить эту игру для Optic Gaming... В принципе, если мы потеряли эту игру для Optic Gaming, то это будет очень проблематично. Но у нас будет еще один тай-break. В принципе, это будет слишком поздно, потому что у нас очень много, но мы знаем, что все эти игры очень пакеты с ЛЦС, поэтому мы будем просто поддерживать этот шпектакль, Клон-9 и Optic Gaming. Мы будем смотреть на финансирование все эти тай-break потенциальные, потому что у нас много, у нас много. Акадия, в принципе, Сивир и Жарван, которые получают для Optic Gaming, что это очень важно, что две команды будут иметь эту победу. Эзрил, Сејуани, Клед, для помогать Клэд, для помогать Клэд, для помогать Клэд. Сејуани и Клэд, очень хорошая synerгия, очень хорошая энергия, очень сильная энергия, очень сильная шпектакль. И мы видим, что у Атрохс, это Клэд. Это Буипо, между нашим нашим Амми, Ундер, который победил Солейн. Абсолютно. Немного эморагии, что Райот, на Клэд, это не имеет значение для Клэд, для Клэд, для Клэд, для Клэд. И я думаю, что с обито гэд, у нас все интересы, на Бан Карба. У нас не будет настинать на Бан Карба. Потому что, у нас прио, на Ботлэн, и у нас с Клэд, для Клэд, для Клэд, и у нас с Сејуани, а с Сејуани, на Клэд, не будет. У нас не может, с этим, на Клэд, но есть другие вещи, что могут работать. И, по-моему, что интересно, это будет играть на топ-лэн, потому что, вот, у Докла и Банни, с Атрохс, и, по-моему, с Сејуани, с Сејуани, но сейчас, на Клэд, 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 на Клэд. И Плэд конь или Трюкс плачу Сејуани, 30, а InsideChae, Officialуансian, два вержения, Кариаде кастер Он был очень хорошо с Джином, Аш Эзрил И Алистар, потенциал Компания Эзрил Это локт Это было локт Так что много целей И алистар, а приори Это позволяет У него найти дайв И Брум Брум, который был бани Брум, которая очень хорошая Алистар Это позволяет Клонен Уже смело Моргана И это очень большое Было Алистар И даже Что делается Кемч Уча Брумп Более Д anf Компания И Брумп Брумп гл Брумп С С Так вот, это будет совершенно верно. Давайте посмотрим, если это будет Джейс, который будет играть на топ-лайн для Оптик Gaming. Сейчас, правда. Но в реальности, Оптик Gaming не хотят потерять эту игру для них? Потому что у них обязательно будет тай-брак, потому что они равны с Голден Гордия и Секлаш Гэминг. Голден Гордия и Секлаш Гэминг будут сопротивляться. У них обязательно будет один уровень уровня с Оптик Гэминг. И если это будет более интересным, то это будет просто потерять. В самом деле, Забутин имеет интересную игру для того, чтобы забoter на игру. Не верно. Это не будет. И это не будет переходить на Акалии? Может быть. Это было хорошо думать с Забутином. Он думал, что мы не видели. Но Кэл Энни! У нас есть глаза, у нас есть флэр. И это возможно. В общем, это будет почти пол АД. У нас немного магии с Гэз и Сейжуани. У нас есть флэр. 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 100% победы. У нас есть флэр аурный. Субтитры делал DimaTorzok 1 Type Break Soit contre GoldenGuardian, soit contre ClutchGaming Et pour Cloud9, on essaye de remonter à hauteur de CLG Sachant qu'ils sont à égalité contre CLG et CLG va affronter André Thieves après André Thieves Ah, il peut y avoir aussi un Type Break avec André Thieves alors si CLG perd C'est ça d'avoir une compétition aussi stackée au niveau du classement des équipes Nono Ah, quel spectacle Double Nétale Tempo du côté des Optiques Crown et Arrow En face, côté Clone9, pas de surprise Tout est en ordre, tout est dans les règles Triple Téléportation pour les deux équipes Et là, Calipun de l'Immortel quand même, effectivement que je n'avais pas au début repéré Bon Une optique défensive Ouais, peut-être qu'il y a très serein au niveau du match-up face à Kled Et d'ailleurs, est-ce que le piéditement de Kled note pas la vision sur Akali ? Je crois pas Ah, quoique... Le chat doit savoir, le chat sait tout La force, un collectif soudé, uni et bienveillé en les envers les autres Un chat Twitch Comme toujours quoi Et allez, Météo Centroga qui commence au niveau du Red Buff Sejuani, pareil, Red Buff On a l'air de partir sur une route longue pour Blabber Red Buff, Golem, Bleu Peut-être un gank du coup au niveau de cette botlane hein Pourquoi pas, on peut arriver à connecter un CC très facilement sur Big Vu que la synergie entre Alistar et Sejuani est excellente On a un Ignite disponible Et un trade d'ailleurs au bot, un Sneaky qui va prendre beaucoup de dégâts une nouvelle fois Sneaky ! Il fait beaucoup d'erreurs de placement à chaque fois C'est souvent le même scénario, quand même, qu'on retrouve au niveau de cette botlane Un Sneaky qui souffre C'est pour ça que des flics, finalement, c'est pas forcément un mauvais choix pour Clonline J'espère que ça va motiver le carrière des vétérans C'est pas vraiment La tenue de lane semble inquiétante Ouais, la duo lane optique qui nous régale dans ses premières minutes Et sur la mid lane, ça se passe très très bien aussi visiblement Niski tenu en respect par les soldats impériaux de son vis-à-vis direct sur la lane Alors qu'au niveau de la jungle ça farme tranquillement, ça claire les camps Et on veut pas chercher à emballer la game En même temps Côté optique, on a tout intérêt à A ce que la game soit lente A ce qu'on puisse scale tranquillement Attention Niski là, Niski, Niski ! Wow 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 Un flash pour un flash pendant que Blaber Par contre, on aura pris Big a parti Que fait Big ici ? Est-ce qu'on peut aller le chercher ? Y'a pas de flash disponible pour Chrome Directement, le flash de Blaber On a un Ignite à disposition pour Zezad Le téléport de Niski Le combo, le Bum sur 3 joueurs de la part de Zezad Salvateur pour son jungler Et en plus de ça, on sécurise le premier sang Tout partira de ce bot side Nono Il est crux Mais comment il se retrouve ici ? Attention par contre directement le dash de la part d'Akali Ça fait beaucoup de dégâts et d'Akali Et ça ressemble au cul de la part de Niski Shock Rhone et une assist en plus pour Zezad On perd pas de golf du coté des clone nines Aïa Et on commence directement à ouvrir les hostilités а я а я а я а я я а я а я а я а я c'est pas du tout le scénario que l'on espère pour optic des gens ont besoin de stall qui ont besoin de jouer le chrón ?.огите nearly a top line comment ça se passe par contre doc là qui semble maîtriser son vis a vis une petite vague d'avance face à lichoris et on va revoir d'où ces parties bigs qui est allée deep ward au niveau du blue buff de blaber et qui a fait une mauvaise rencontre jaung ben ça je trouve un risque et au dター�� Я думаю, что Биг знал, что Сэджуани начался на уровне рейд-бус и закончил его рейд-бус. И вот Зейзал, который не теряет времени. И бомбит три человека. Какой человек, Зейзал! Какой игрок, какой соперник! Стан derrière. Дениски, очень сильный. Плезирно, когда Ниреллия... Олалал, он сфотит его! Он сфотит его. Окей, Ниреллия, бро! Блабер, который хочет поставить на мид-лайн, он знает, что Крон не теряет флеш. Он сон дашь, что-то так говорит. Метэо, это тоже у нас, Ниреллия, который, я не знаю, не флеш. Но нет способа для оптики найти его. Крон, он сфотит его. Крон, он сфотит его. Да, да. Но что происходит? Думали, киньо! Крой! Крой! Какой механизм для тех, Крон не был. Крой! 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 Это один Азир на 0-2, и мы знаем, что он имеет много фарм. Он имеет много успеха для эффективности. Докла, он делает много. Докла, он делает большие дега. Докла, Докла, он революционный рейтинг. Это манин, с помощью Докла. Докла будет 3-100 голдов. Докла на 9-9. И 5-0. Глопо. Это играет все свои промыслы. Это инт-парти. И мы получили 1-е 1-е кило для Докла. Белая операция. И есть ль-сист для Докла, так что все не потеряно. Да, это манин, у него есть у него 1-е кило для Optic Gaming, с помощью этой смерти offerтой Докла. Мы получили 300-150 голдов. Это было бы, мы используем эти голдов. Это было бы предназначено. Докла, я не предупредил. Он флешит и флешит. Но, там стоит, ато будет, что нужно, но, это... Пендерекунись, где-то неискин, он один трейдит, есть Крон. Нинск, он может быть вверху? Уи. Также, у нас есть ль-заха, но человек, он прекрасно на уровень механик, он может быть вверху вверху, но он неискин, но и неискин, что рейдит на санкции, он быстрее. Это Метеос, который берет его килю снова. Он попадает на землю. И мы слышим, что Кроне находится в состоянии. Он хочет сделать отличие, но может быть немного. Он возвращается к нему. И так, что Дракон Инфернал, он все-таки невероятный для Клон-9. И у него дайвы, который профил на эту ботт-лайн. Метеос, это встреча. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok